Денис, приветствую тебя снова на очередном вебинаре совместном технический фундаментальный анализ. Делимся торговыми идеями, нашими наметками по рынку. Друзья, даем вам информацию в принятии решений. Сейчас, конечно же, это очень важно, когда рынки так активно ходят, обладать объективным взглядом как и со стороны техники, так и со стороны фундамента. Ровно день, Денис, остается до нон-фармов. Раз уж мы давно уже смирились с идеей того, что доллар это движущая сила, конечно же, сейчас мы, как и все, в предвкушении каких-то фундаментальных катализаторов, драйверов именно для американской валеты. Вот как только летать начнет доллар снова, хотя он ходит и так активнее, тем интенсивнее будет движение по прочим финансовым инструментам. Сегодня, раз уж мы готовимся к нон-фармам, ожидаем очень хорошее движение по доллару, я думаю, что будет уместно поговорить об индексе американской валюты, очень сильно, практически на 100% коррелирующейся с динамикой европейской валюты. Ну и можно, если ты не против, Денис, обратить внимание еще и на рынок нефти. Мы действительно давно о нем не говорили. И опять же, вчера, после довольно продолжительного периода относительного затишья, рынок дал хоть какую-то тенденцию, в данном случае нисходящую. По-моему, по бренду и WTI локально потери были процента 4, может быть, чуть ниже. Я лично соскучился по таким движениям нефтянки, но вот, наконец-таки, они пошли. Ну, давай тогда к демонстрации экрана. Начнем с меня традиционно. Ну, можно прямо с рынка нефти, у меня график там открыт. Соответственно, вчерашний день – это день распродаж. В плане фундамента был отчет по запасам нефти, запасы снизились, и что интересно, объем нефтедобычи сократился больше, чем на 1,1 миллион. Если логично разбирать этот релиз, по идее, рынок нефти вчера должен был бы отрасти неплохо, потому что запас все-таки снизились, и объем добычи, и я, конечно, понимаю, что все это следствие урагана Лаура, о котором мы говорили, ну, я говорил на своих аналитических брифингах, но все-таки такая статистика вчера привела не совсем понятные лично для меня тенденции. Может быть, с точки зрения техники, у тебя будет какое-то объяснение, я с большим удовольствием послушаю. А поскольку на данный момент я по-прежнему уверен в том, что рынок черного золота остается в восходящем тренде, я думаю, что эта коррекция, по моему скромному мнению, вряд ли перерастет в нечто большее. То есть продолжение текущей тенденции, там и уход в район 40 долларов за баррель, я думаю, что это маловероятно. Вот сейчас, мне кажется, очень интересный уровень 43.50, на который можно поглядывать, и, например, для тех, кто разделяет точно такую же точку зрения, что и я, полагая, что данные по запасам, которые мы проанализировали накануне, все-таки должны сохранить интерес к этому активу, тем более, что параллельно делается ставка на ослабление доллара, а снижение курса американской валюты – это традиционно то, что поддерживает рынок с ривой инструментов. Вот, пожалуйста, еще один фон, в результате которого котировки нефти могут все-таки развернуться. Поэтому 43.50 – это, на мой взгляд, очень интересное ценовое значение, рубеж, с которого нефть можно подбирать в расчете на прежний перехай. Больший акцент сегодня, конечно же, хотелось бы сделать на индекс американской валюты. Очень хорошо по технике, прям, это четырехчасовой таймфрейм, отрабатываем мы границу нисходящего канала, прям тютелька в тютельку. В данном случае хочу напомнить, друзья, то, что доллар снижался последние недели, даже месяцы не просто так, доллар находился под влиянием мер экономического стимулирования. Неделю назад эти меры были усилены фидеризером после того, как американский регулятор перешел к политике инфляционного таргетирования, и сейчас вот мы, пока что у нас нет дополнительных вводных по новым стимулам, мы сфокусировались на статистике, как трейдеры. Вчера вышел отчет ADP, и он в целом-то оказался плохим, потому что эксперты прогнозировали значение. Я вот в моменте смотрел экономический календарь, там были ожидания, потому что в частном секторе американская экономика создала 1,2 миллиона рабочих мест, потом этот прогноз сократили до 900 тысяч. Но все равно реальная цифра, по факту, то, что мы увидели, оказалась вдвое хуже, 420 тысяч. И это, опять же, перед выходом официальных данных Non-Farm Perils. Если взять за основу, за логику того, что релизы между собой коррелируют, то есть высокая вероятность того, что Non-Farm также разочаруют. И чем хуже, кстати, будет статистика, тем больше шансов у продавцов и дальше работать именно со слабой американской валютой, потому что чем хуже сейчас будут данные, тем выше вероятность того, что Конгресс, вернувшись с каникул в середине этого месяца, первым делом все-таки примут решение по новому пакету фискальных стимулов. Тем более, что Минфин их явно на неделе поторопил. Идея, которую я предлагаю сейчас взять за основу, это sell limit по индексу доллара с отметки 93. Вот раз мы уже отбились, буквально прошлая четырехчасовая свеча, жаль, что у нас не было возможности провести пораньше эфир, допускаю, что, может быть, к этому уровню мы уже не вернемся. Но если вернемся, друзья, считайте, что повторный отбой от этого значения будет привлекательным уровнем для продаж и возвращения, опять же, ниже 92 пунктов. Что касается европейской валюты, здесь ставка примерно с реверсом, но точно такая же, раз мы ожидаем ослабления курса американской валюты, риск будет расти. Тоже здесь был очень хороший уровень 1,1790, хотя вот мои коллеги считают, что если смотреть, вот, например, на дневном, тут немножко, но это на меньшего таймфрейма. Короче, на дневном таймфрейме вот прям последний хвостик, который мы наблюдаем, там очень неплохо прослеживается именно сам факт восходящего канала, и нижняя граница этого канала находится на назначении 1,1770. То есть, если, опять же, ставить какой-то, делать прогноз по тому, что может произойти с европейской валютой, то, наверное, заходить сейчас не нужно. Если мы увидим более глубокую коррекцию, там ниже отметки 1,18, к тому же самому рубежу 1,1770, вот здесь уже нужно будет подумать о том, чтобы купить европейскую валюту. Я снова повторяю, что ничего не изменилось в плане доллара. Но то, что доллар дал техническую коррекцию, она не подкреплена сейчас каким-то мощным фундаментом. То есть, тенденция ослабления доллара продолжится. Поэтому и по европейской валюте мы сейчас с большой вероятностью работаем только лишь с локальным откат. Я думаю, что сильно ниже мы не пройдем. Это будет лишь небольшое еще последовательное снижение. Поэтому с отметки 1,1770, 1,1790 видится очень перспективный байс с расчетом на перехай и движение выше отметки 1,20. Все будет зависеть, опять же, от характера цифр по Non-Farm Perls в пятницу. То есть, у нас с тобой будет возможность во вторник уже разобрать, как эта статистика повлияла на рынок и что произошло с долларом. Но, полагаю, что все-таки будем говорить о слабеющей американской валюте. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Экран рабочий мой тоже сейчас должно быть видно. Итак, значит, касательно как раз на евро, только что делал акцент, остановился. И теперь смотри, то есть, что по евро считаю. Я полностью с тобой согласен касательно еще добоя вверх. Единственный только момент, я не совсем уверен, будет ли это добоя с перехая. У меня очень сильно руки чесались в районе 1,20 продать, потому что здесь уже был заход, в принципе, в верхнюю границу перекупленности рынка. По опционному анализу здесь, по сути, есть выход. И еще даже, возможно, точнее, выхода еще выше до конца этого месяца, вплоть до 21,50. Но это пока под очень большим вопросом находится. Значит, если говорить о том, без всяких фантазий, что у нас есть сейчас, то, по сути, цена пришла технически в сильную зону поддержки. То есть у нас, если посмотреть на недельные профили накопления, по сути, вот они. Раз, там, где прямо сейчас находится цена именно в данный момент времени. Вот здесь находится еще дополнительный профиль, вот у нас, затем вот здесь. Поэтому, если все это вместе суммировать, то приблизительно, сейчас смогу это расчертить. Так, то получится у нас, сейчас, сейчас, секундочку, вот, немножко сместить, потому что неудобно листать. Значит, получается, у нас вот где профиль находится от всего-всего вот этого накопления, вот где он. То есть, такой вот красным цветом выделена область. Это именно область самых максимально значимых крупных объемов. Вот, поэтому здесь я склоняюсь, прежде всего, к варианту, что для нас они будут, ну, являться, можно сказать, как основополагающими, ключевыми. Вот, очень хорошо видно как раз этот момент. Так что, эту область цене будет пройти, но очень непросто. Тем более, если я раскину канал, цена прям идеально движется в канале. То есть, трижды одну и ту же границу вверху видели, два раза внизу, вот, фактически, с небольшим пока недоходом, и третий раз у нас формируется. Поэтому, при таком раскладе, я лично больше выступаю, все-таки, за возможность продолжения лонговой тенденции вверх. Единственный вопрос, это каким, конечно, уровнем. Потому что самые ближайшие для себя выделяем, вот, в районе 1.19 с копейками. Следующие уже чуть повыше, в районе, там, 19.70. В общем, куда конкретно дойдут, пока говорить сложно. Ну, как минимум, вот, хотя бы до вторника. Ближайший ориентир сейчас есть. Тем более, контрольная маржинализованность, поддержка объемов, с точными вливаниями. Вчера вливали тоже для покупок. Хоть и не дали результата, но здесь начали и частично фиксировать продажи, и накапливать также новые покупки. Так что, в принципе, если даже будет какой-то выброс вниз, я его не исключаю, абсолютно могут его сделать. Но стратегически пока больше рассматриваю вверх. Потому что пока перекрытие не сделано, цена не закрепилась четко, вот, дневной график в районе 17.50, то приоритетом для меня являются именно лонги. Поэтому выстраиваю свое видение именно на продолжение роста. Соответственно, по индексу доллара здесь, я согласен с тобой, что сказал по поводу того, что это техническая коррекция сейчас проходит. Я к этому же варианту, в принципе, и склоняюсь тоже. Если даже раскинуть, ну, можно здесь даже не тренды, во внутренний канал вот такой вот накинуть. У нас получится, что нижнюю границу немножко не дотестировали, бывает. Но при этом верхнюю границу уже цена практически сюда пришла. То есть с небольшой погрешностью. И причем тоже в области крупных объемов еще прошлого четверга, когда Джером Пауэлл выступал в Джексон Холле. И, собственно, именно здесь, в этой области, мощнейшие объемы как раз выстрелили. Вот. Поэтому сейчас это у нас сильнейшее сопротивление. Я думаю, что как минимум хорошую реакцию вниз по-любому с этого диапазона должны дать. Поэтому тут я с тобой всеми руками за, как минимум сделать вот такое движение вниз. А вот нефть. Честно, нефть меня уже достала не первый месяц. Вот такой, даже не знаю, как это назвать, расколбас, наверное, нефтяной какой-то. Вчера абсолютно нелогичное было движение вниз. Хотя вот если на хороших новостях нелогичное движение происходит, то это уже, в принципе, верный признак того, что рынок банально перегрет. Вот. И будут, это именно как техническая коррекция, будут сбрасывать часть позиций. Такое иногда происходит вопреки любому здравому смыслу, вопреки любому фундаменталу. Здесь немножко другие будут принципы работать. Это именно уже такие вот мощные перекупленности рынка. Хотя с точки зрения опционов, то все-таки ожидают вверх и вверх весьма мощно. Вот если брать марку BTI, то самая ближайшая цель здесь вообще на 46 находится. Единственное, что могут сделать через более глубокую коррекцию. Потому что мне не нравится для роста то, что было перекрыто у нас в последний значимый коррекционный экстремум. Его уже полноценно цена перекрыла. Вот это не очень хорошо для роста. Поэтому я думаю, что вот через такой финт попытаются еще вниз все-таки сходить. Единственный вопрос, насколько глубокой будет коррекция. Потому что область сопротивления у нас однозначно вот здесь, вверху. В последнее время цена очень любит после выбросов вообще не возвращаться в эти диапазоны. Поэтому будем смотреть, откуда именно будет отскок снизу. Пока ориентируют на 1-2 маржинальную зону, в принципе, когда ориентира неплохая поддержка будет. И через коррекцию я считаю, что все-таки вниз еще продолжат. Ну, честно, нефть я пока вообще сам даже торговать не буду, потому что по ней какая-то вот такая каша. Вот. Мне не очень нравится. А вот все-таки ситуацию с евро я бы предложил попробовать все же расторговать именно на покупке. Денис, спасибо тебе за твое видение. Хорошо, что точки зрения сходятся. Опять же, сколько раз убеждался, что когда техника и фундамент смотрят в одну сторону, очень высокая вероятность того, что рынок действительно сможет добить те цели, которые такой анализ комплексный определяет. Убедимся в этом уже во вторник, когда будем разбирать итоги нон-фармов и того, что произойдет с долларом. Тебе тоже уже по традиции хорошего закрытия недели и хороших выходных. Да, спасибо и взаимно. И до вторника. До вторника. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok